Санчурский район может в недалеком будущем стать одним из крупных производителей качественной экологически чистой говядины на юге Кировской области. Местное фермерское хозяйство недавно выиграло грант на строительство мясной животноуческой фермы и убойного пункта. Репортаж Ивана Швецова. Валерий Киселев отставной полицейский. Решил к 40 годам полностью сменить род деятельности и заняться сельским хозяйством. Когда ему достались старая заброшенная ферма и земли колхоза Санчурский, их единственным обитателем был кот Васька. Сначала решили разводить свиней, но в наши дни из-за эпидемии африканской чумы этот бизнес становится по карману только крупным агрохоудингом, который в силах соблюдать все нормы и требования, которые диктуется Россельхознадзором. Разводить крупный рогатый скот показалось проще. У хозяйства есть своя кормовая база, около 100 гектаров земли, сельхозтехника. Нужны были деньги на закупку коров, гирефордской породы и ремонт помещений. И эти средства удалось найти с помощью гранта Департамента сельского хозяйства Кировской области на развитие мясного животноводства. Выиграли в сумме миллион 170 тысяч рублей. Деньги полученные хотим использовать на кормозаготовительную технику, покупку крупного рогатого скота, породы гирефорд и ремонт фермы. В настоящее время купим 6 телок и быка производителя. После этого пока докуп келят будет, а в дальнейшем все свои, уже на свое перейдем. Валерия Киселева поддерживает во всех начинаниях руководство Санчурского района. Восстановленная ферма – это и рабочие места, и отчисления в бюджеты всех уровней. Мы очень рады за него. Мы тоже районом были заинтересованы в победе этого фермера. Почему? Потому что он, во-первых, у него уже есть и наводство, он будет заниматься местным животноводством, то есть крупный рогатый скот. У него есть небольшая часть земель, где он занимает посевные площади. И тем более он откроет убойный пункт. Сейчас идет оборудование помещений, в которых будет организован убойный пункт. Ветеринарно-санитарные требования к скотобойне очень высокие. Там должен быть и кабинет ветврача, и мощные холодильные установки, и специальный техинвентарь. До сих пор местным фермерам приходилось возить животных на убой в соседнюю республику Мариэл. Убойный пункт позволит, во-первых, в личных подсобных хозяйствах увеличить поголовье крупного рогатого скота, забивать его здесь и клеймить на месте в Санчурском районе. Дальше это мясо экологически чистое, можно сказать, местное, пойдет на прилавки и в детские дошкольные учреждения, в садики, в школы. То есть мясо будет наше. Герифордская порода крупного рогатого скота, которую будут разводить в Санчурском районе, порода мясного направления. Выведена она в Англии, в градстве Херрифордшир, в XVIII веке. Отсюда и название. Герифорды выносливые, приспособлены к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны и холода. Ставка на герифордов, как основу мясного животноводства, которую сделали уже в нескольких районах Кировской области, полностью оправдала себя. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область, Санчурский район.